10 самых сильных ураганов обрушившихся на сша ураган ян 2022 года был мощным атлантическим ураганом 5 категории третье по величине погодная катастрофа за всю историю наблюдений самый смертоносный ураган обрушившийся на штат флорида после урагана в день труда 1935 года и самый сильный ураган обрушившийся на флориду после урагана майкла в 2018 году ян нанес значительный ущерб западной части кубы флориде и каролине ян был девятым названным штормом четвертым ураганом и вторым крупным ураганом в сезоне атлантических ураганов 2022 года ян был первым ураганом категории 5 в атлантике после лоренцо в 2019 году и пятым с 2016 года достигшим такой силы прежде чем обрушился на сушу в сша галвистонский ураган 1900 года этот ураган четвертой категории обрушившийся на островной город галвистон штат техас является одним из самых смертоносных стихийных бедствий в истории сша штормовые приливы высотой до 15 футов затопили весь остров а также другие части побережья техаса приливы в значительной степени стали причиной гибели примерно 8000 человек и причинение ущерба на сумму более 30 миллионов долларов более 10 тысяч жителей остались без крова так как большинство зданий в городе были повреждены ураган сан-филиппе акичоби 1928 года более 2000 человек погибли когда этот ураган добрался от подветренных островов до флориды шторм впервые обрушился на берег в пуэрто-рико как ураган категории 4 со скоростью ветра превышающий 140 миль в час и 312 человек погибли на острове через несколько дней ураган обрушился недалеко от палм-бич штат флорида внутреннее озеро акичоби пострадала сильнее всего в штате так как ураган вызвал волну воды в озере от 6 до 9 футов во флориде погибло более 2000 человек в основном из-за нагона озера великий ураган в день труда 1935 года ураган в день труда 1935 года обрушился на флориды кис со скоростью ветра до 185 миль в час и смертельными штормовыми нагонами сочетание сильного ветра и приливов от шторма категории 5 унесло жизни более 400 человек среди убитых были ветераны первой мировой войны работавшие над проектом соединения железной дороги с ключами ущерб оценивается более чем в 6 миллионов долларов ураган камила 1969 года ураган камила один из четырех ураганов категории 5 которые когда-либо обрушивались на сушу в континентальной части сша с 1900 года камила обрушилась на побережье мексиканского залива миссисипи фактически и максимальные устойчивые ветры ураганы неизвестны поскольку шторм уничтожил приборы для регистрации ветра в этом районе но по оценкам ураган обрушился на побережье со скоростью примерно 175 миль в час вызвав штормовой прилив высотой более двадцати четырех футов наибольший ущерб был нанесен на юго-востоке миссисипи на острове дофин на побережье алабамы и в районе метро мобил в результате шторма погибло 256 человек а ущерб составил более 1 целый 4 десятых миллиарда долларов ураган эндрю 1992 года ураган эндрю обрушился на южную флориду как ураган 5 категории с максимальной скоростью ветра 165 миль в час шторм обрушился на юг округа майами-дейт а затем переместился в мексиканский залив чтобы совершить второй выход на сушу возле поинт-шеврёй штат луизиана как ураган 3 категории эндрю нанес ущерб примерно в 26 миллиардов долларов и стал причиной как минимум 15 смертей ураган катрина 2005 год ураган катрина один из самых разрушительных ураганов в истории сша катрина обрушилась на берег как ураган категории 3 со скоростью ветра до 125 миль в час недалеко от бураса штат луизиана ураган и его последствия унесли более 1800 жизни в основном из луизианы и миссисипи катрина считается самым дорогостоящим штормом обрушившимся на сша с ущербом оцениваемым в 170 миллиардов долларов ураган сэнди 2012 года сэнди был сильным штормом который в конце октября 2012 года принес сильные ветры и наводнения в среднеатлантические и северо-восточные штаты сша ураган сэнди пронесся по карибскому морю и стали жертвами 75 человек а затем отправился на север и приблизился к восточному побережью сэнди вызвал разрушительный штормовой нагон и наводнение на побережье нью-йорка и нью-джерси и в какой-то момент шторм охватил примерно 800 миль между восточным побережьем и районом великих озер шторм унес жизни более 100 американцев миллионы остались без электричества и причинил ущерб на сумму более 70 миллиардов долларов ураган харви обрушился на берег как ураган категории 4 вдоль побережья техаса недалеко от порт аранзаса и причинил ущерб в размере 125 миллиардов долларов это больше чем любое другое стихийное бедствие в истории сша за исключением урагана катрина на пике шторма треть хьюстона находилась под водой и наводнение вынудило покинуть свои дома около 39 тысяч человек в результате урагана погибли десятки человек ураган ирма и ураган мария 2017 года на пуэрто-рико обрушились два сильных урагана с разницей менее чем в две недели ураган ирма шторм пятой категории приблизился к острову вызвав массовые отключения электроэнергии и перебои с водоснабжением на несколько дней позже ураган мария обрушился на пуэрто-рико как ураган четвертой категории со скоростью ветра более 150 миль в час уничтожив и без того хрупкую инфраструктуру острова острову потребовался почти год чтобы восстановить электроэнергию для всех клиентов которые потеряли ее во время урагана что стало самым продолжительным отключением электроэнергии в истории сша хотя официальные лица первоначально заявляли что во время урагана погибло всего 64 человека позже число погибших было изменено до почти три тысячи человек